Ситуация между Россией и Украиной Россия нас с собой тащит Можно посмотреть, как вырос доллар И как упал рубль Потому что без осознанности Ситуация между Россией и Украиной Может ли подлить на экономику Казахстана? Я думаю, да Потому что доллар растет Казахстан, по крайней мере, сейчас В данный момент сохраняет нейтралитет Это очень хорошо, потому что Россия нам предоставляет газ И, насколько я знаю, растительное масло И другие хозяйственные товары В очень больших количествах Так что с Россией наши отношения не должны портиться Несмотря на наш политический взгляд Может ли это повлиять на экономику Казахстана? Если мы будем сохранять нейтралитет, то нет А Байконур повлияет? А Байконур, да А наш Байконур точно повлияет Политситуация между Россией и Украиной То, что наша экономика связана с экономикой России То, что тенге зависима от рубля Мне кажется, это уже влияет Как Россия нас в собой тащит Она уже повлияла, безусловно В связи с тем, что у нас многое зависит от России Закупки и так далее Просто можно посмотреть, какой раз доллар И как упал рубль И уже понятно, что на экономику это влияет Ну, пока рано что-либо говорить Наверное, месяца через 2-3 мы уже точно можем сказать Как это повлияет на нас И сильно ли мы пострадаем Но если судить по тому, как сильно упал тенге Можно сказать, что возможно грядут какие-то колоссальные изменения в нашей экономике И это постепенно мы почувствуем К сожалению Я, конечно, в такие вопросы не углубляюсь Но если так смотреть от третьего лица То думаю, достаточно Потому что отменили перелеты Ну, немножко не очень приятно А из-за того, что курс доллара растет И у нас все дорожает Вы заметили рост цен? Да Заметим Да Да, конечно Да, конечно Да Рост цен, да, потихоньку идут подорожания Однозначно, да Рост цен, да, очень сильно заметен, чувствуется На что вы думаете подняли сейчас цены? На продукты На продукты? На товар, на товары На продукты Сейчас уже домашним оборудованием Электроники Машины, автомобили Ну, все поднимается На продукты как будто Очень заметно, что продукты по цене стали гораздо сильнее отличаться И тем более у меня тоже есть бабушки и дедушки Которые тоже закупаются И это влияет тоже на них сильно Что их пенсии, например, не хватает На продукты тоже цены взлетели Подписки разные И покупки в интернете тоже Вот, одежда тоже центром достает В принципе, на все Да Да, на банальные, на продукты На гаджеты, кстати, очень сильно поднялись Да, стоп жеркен, заттармозу, отырган, партамы, жюрген, джеримы, бааллы, козыр Комбат так кетті Канша пайса, комбат так кетті Канша пайса, комбат так кетті Процентов на 20 местами Достаточно сильно На продукты питания Сильно возрастла цена Ну, я думаю, что, наверное, идея, что цены не возвысятся На продукты Даже на те же самые Магнуми все подорожало Грубо говоря, на все из-за того, что логистические всякие Одежда, дорожные 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 Стали за счет доллара Процентов на 30 Ну да, 20-30% Хорошо, как вы думаете, почему наша валюта тенге нестабильна? Я думаю, это по той причине, что в Казахстане нет такого, так скажем, независимого своего внутреннего рынка То есть Казахстан – это страна, через которую проходят торговые пути То есть это очевидно, что она зависима от Казахстана, от России Это торговые связи И поскольку торговые связи нарушаются между Россией и прочее-прочее Это влечет в определенные события В связи с тем, что у нас, наверное, мало собственного производства И наши валюты никак не пытаются укрепить Мы постоянно зависим либо от доллара, либо от рубля, либо от юаня и так далее Мы напрямую зависим от экономики России Мы привязаны к рублю Ну, потому что, наверное, в Казахстане своего такого ничего особенного не выпускают Наши тенге просто не считают